всем привет с вами дмитрий урсул это новый выпуск quick news номер 10 первый в этом 2021 году с чем я собственно вас и поздравляю с наступившим новым годом как я уже говорил я возлагаю лично очень большие надежды на этот год я надеюсь что после предыдущего он будет гораздо более насыщен особенно в музыкальной сфере и помимо собственно событий в музыкальном мире я желаю также каждому в его личной музыкальной жизни чтобы было много нового интересного было больше было много развитий по разным направлениям и конечно же больше творчества ну а начнем этот год давайте с новости посвященной компании yamaha от которой давным-давно не было ничего толком слышно в плане мониторов и вот самом начале года yamaha обновила линейку своих мониторов и начала нас msp3 это новая версия довольно старого монитора если вы помните у меня раньше была модель msp5 studio вот это из этой же линейки тоже довольно старый монитор и они по выпускались там двенадцатом в тринадцатом году я примерно тогда и покупал свои и были линейка была трешка пятерка модель и есть не ошибаюсь семерка и у меня были пятерки были еще тройки и вот yamaha анонсировала как минимум версию 3 новую которая называется msp3a и в принципе функции все те же самые они единственное что только усовершенствовали технологию то есть там будет новая технология порт который называется twisted flare порт то есть это то как работает сам динамик внутри то есть между самим вуфером и портом драйвера чтобы меньше было искажений в низких частотах ну опять же ссылки будут в описании вы можете перейти пока информация не так много то есть нету даже ни обзоров не видел потому что на самом деле в продажу еще не поступили нету даже информации о старте продаж о дате старта продаж нету информации о цене хотя многие полагают что они нам будет в районе 200 долларов за один монитор ну примерно та же цена была и у предыдущей модели в общем пообещали усовершенствованный звук и довольно интересно что yamaha вновь вернулись на рынок мониторов потому что от них давно не было ничего слышно то есть естественно многие сидят на таком как я их называю любительском ну начинающим наверное варианте такие как hs серия или просто h серия не там чуть-чуть различать есть и час есть эйч пятерки там hs и 5 и час 50 м например то есть они немножко разные но так или иначе многие на них сидят пятерки семерки то есть и час 7 часов 5 но я всегда любил именно msp5 и ну вот это вообще линейку msp студийную и вот очень рад что yamaha решили их обновить будем следить за новостями также за yamaha и подтянулась компания fender которая анонсировала новую линейку гитар на 2021 год и там есть очень интересная серия под названием новин то ну точнее линейка гитар в который одной из фишек будет что fender выпустит гитары с датчиками p90 для тех кто не знает это такой довольно старый датчик по моему еще готов 50-х первым был использован в гитаре использовался он компании гибсон в первую очередь то есть первый лес полы и многие hollow body guitars то есть джазовые такие гитары полу акустические они использовали этот датчик так как fender классический fender всегда использовал синглы single coin звукосниматели то довольно интересно что последнее время fender начал экспериментировать и начал создавать модели массово с разными датчиками в том числе хамбакерами ну то есть я думаю что это будет довольно интересное сочетание форм-фактора гитар fender их материалов из чего они сделаны в сочетании вот с датчиками которым мы привыкли обычно видеть на гитарах сделанных из другого дерева по другим по другим форм-фактором таким как гипсон лес пол с 335 и так далее то есть довольно интересно очень много разных вариантов разных линеек страта кастер телекастер джаз мастер в общем также переходите по ссылке в описании к этому ролику изучайте если вы задумались о покупке новой гитары возможно какая-то из этих вам приглянется и дальше будем следить за тем как поставки этих гитар возобновятся по всему миру надеюсь что после всех этих этих карантинов которые я очень надеюсь что пойдут на спад будет гораздо проще что-то заказывать из-за рубежа и вообще с поставками будет обстоять дело лучше еще один выпуск не обошелся без беринджер но здесь на самом деле он задействован косвенно новость состоит в том что компания секвеншал который выпускает такой известный синтезатор как профит объявила о том что они регистрируют товарную марку обер хэйм об x кто не знает обер хэйм это же таки довольно старый синтезатор 70 80 собственно названа по имени разработчика тома обер хэйма она долгое время принадлежала компании гипсон потом она в девятнадцатом году вернулась права на эту компанию обратно к обер хэйму и секвеншал решили зарегистрировать и сделать совместную коллаборацию как говорят слухи пока что не подтвержденные вместе с томом и выпустить классический синтезатор оба x в современном виде ну то есть чуть-чуть с новыми компонентами осовременить старую вот эту аналоговую модель как вы помните последнее время прям идет бум на аналоговые синтезаторы 70 80-х и многие компании их перерабатывают но прикол в том что беринджер уже год назад или даже чуть раньше анонсировала что они делают свой клон обер хэйма оба x и это довольно классический синтезатор известный он кстати есть в коллекции артуре в коллекцию кто и пользуется наверняка вас есть этот плагин в том числе известен этот плагин тем что на нем был записан тот самый культовый риф из песни jump группы ван халин то есть сам эйди ван халин который к сожалению скончался в прошлом году он записал этот риф на вот этот клавишный риф именно на этом самом синтезаторе даже в клипе вы если внимательно посмотрите там сольная часть такая где арпеджио играется там как раз эди играть на этом самом синтезаторе и он был воссоздан артуре в цифровом виде в виде плагина оба x и и сейчас беринджер замахнулись на его реинкарнацию в таком дешевом варианте как они любят и собственно секвеншал это не понравилось и они вот хотят как-то быстро зарегистрировать права возможно чтобы ставить палки в колеса беринджер чтобы беринджер переименовал как-нибудь свой синтезатор как это было с драм-машиной 808 так как беринджер изначально хотели выпускать ее как rd-808 но роланд естественно запретила беринджер поставил все запреты в разных странах и беринджер решили переименовать быстренько в rd-8 посмотрим что будет с аберхаймом потому что мне очень интересно вообще что получится у беринджер я ну мне нравится что не делают несмотря на дешевизну и конечно их там есть некоторые нюансы по надежности например электроника очень часто у них барахлит usb порты чуть-чуть там шалят или даже отваливаются но так или иначе за те деньги за которые они продают свои аналоговые абсолютно аналоговые синты и то есть никакие не сэмплы не man не моделирование никакое а прям настоящие синтезаторы железные в принципе и можно многое за это простить и я в принципе во многом на стране беринджер потому что они ситы делают доступные продукты для начинающих музыкантов которые не можете позволить синтезатор за 5 за 4000 долларов как например продают это sequential так что посмотрим к чему это приведет вот такие терки между беринджер и другими компаниями как всегда продолжаются и начинаются в этом же году по новой еще одна интересная новость из бразилии в бразилии есть такой дизайнер которого зовут роналдо лопес он занимается написанием картин разным моделированием он очень любит 3d моделирование то есть всякого дерева делать всякие фигурки статуэтки одно время он делал какие-то модельки из вселенной звездных войн и тут он так как он очень любит синтезаторную музыку среди его кумиров такие мастодонты синтезаторной музыки как рик вейкман например он всегда любил синтезаторы к ним стремился ну за ними следил за моделями и тут он решил соединить свою любовь к моделированию и любовь к синтезаторам и начал делать но на самом деле несколько лет назад он уже начал делать модельки реальных аналогов синтезаторов из 70 80 в масштабе 1 к 6 то есть такие миниатюрные синтезаторы он делает их из дерева как он сам говорит это занимает порядка от двух до пяти недель чтобы сделать один синтезатор и уже очень многие звезды клавишной музыки к нему обратились чтобы их любимые синтезаторы были тоже воплощены вот в таком миниатюрном виде и делают заказы и кстати это может сделать абсолютно любой не так дорого это стоит по моему от 50 долларов до 200 что ли чтоб в таком размере можно написать ему на фейсбук и заказать любую модельку любимого вашего синтезатора и у него на сайте и на youtube канале особенно youtube канале он прям выкладывает ролики как он делает каждую модельку то есть там можно зайти ссылку я оставлю в описании и там прям каждая модель синтезатора представлена в миниатюре это очень классная сам тоже очень всегда любил модельки автомобилей и не только и вот очень классно и даже так заинтересовался я подумаю возможно когда-нибудь я что-нибудь даже закажу чисто так для оформления комнаты или студии очень классно и кстати он не остался незамеченным то есть многие кто не обратил внимание не только музыканты но также и производитель софта например известная компания юви ай для анонса своей аналоговой библиотеки то есть библиотеки сэмплов основанные на старых аналоговых синтезаторах она использовала его синтезаторы для того чтобы снять рекламный ролик довольно интересный вот фрагменты я вам показываю этого ролика то есть все это сделано из моделек весь ролик снят с помощью моделек роналда и у него раньше был музей куда он прям приглашал людей кто приходил и смотрел но из-за коронавируса поток ограничился и он сейчас максимально все снимает в интернет и активно это рекламирует в интернете то есть он может сделать вам любую копию любого синтезатора по заказу так что есть вам вдруг интересно переходите по ссылке находить его контакты и пишите ему уверен он с радостью он сделает и пришлет не знаю сколько из бразилии будет этот маленький синтезатор до вас ехать ну давайте немного поговорим о софте начнем с такого плагина как sony 360 крейте все на самом деле информации пока не так много но sony анонсировала некий плагин на или даже ну я думаю что это такой комплексный плагин который устанавливается на каждую дорожку в вашем секвенсоре и он позволяет сводить весь проект в 360 градусов то есть там используется бинаральное вот эти панорамирование громкости и так далее для расположения разных элементов просто вокруг внизу снизу сзади спереди то есть полностью в таком как объемном шарообразном помещении вы можете любой элемент усадить в микс и sony это презентуют как следующий шаг в сведении музыки естественно это приурочено к их линейке наушников 360 которые тоже так устроены что они выдают вот это объемное звучание также их домашние колонки портативные которые можно установить они тоже как бы во всю сторону звучат непонятно где стерео то есть там во все стороны у вас как все помещение звучит и погружает вас вот в эту сферу звуков и чтобы музыканты могли под эту самую сферу своим микс адаптировать или даже изначально сводить под эти инструменты вот sony анонсировал такой плагин я не знаю возможно просто маркетинговый ход и пойдет ли это в народ скажем так и в массы и будет ли этим активно пользоваться я не знаю и наверно не очень уверен скептически настроена в целом инструмент может быть довольно интересным и например для кинематографа можно делать классные объемные звучания к примеру или каких-то роликов например в среду снятых на 3d камеру допустим они конечно тоже не особо популярностью пользуются но так или иначе есть такая технология почему бы не совместить ее с технологией 3d звука ну и напоследок давайте поговорим о бесплатном плагине от компании сай мэтикс он называется diablo light это плагин который предназначен для уплотнения звука бочки как сами разработчики говорят он прям предназначен для того чтобы сделать танцевальную бочку максимально панчевый там на самом для всего две ручки такие основные эта ручка панч который отвечает за собственно transient shaping то сделать более пробивной такой острый бочку чтобы она пробивалась через микс и клип который добавляет сатурации то сделать звук более таким плотным жирным объемным на самом деле таких плагинов было довольно много но разработчики утверждают что тут они прямо вот специально адаптировали под барабан этот плагин но можно его используйте на снейрах на других элементах но они примут особенно рекомендуют его использовать на бочке говорят что вот прям вот с этим плагином звук бочки изменяется вообще кардинально при этом на что они особенно делают упор что ощущаемая громкость увеличивается для слуха но при этом уровне остаются на плюс-минус одном и том же уровне то есть у вас внутри не будет никаких перегрузов и зашкалов громкости ваш весь микс не разъедется по громкости из-за того что уровень вырос из-за компрессии или дисторшна но при этом воспринимаемая громкости бочки будет гораздо больше ну на можно тестировать я еще в сам не пробовал вы также можете перейти по ссылке в описании если у вас есть какой-то микс где бочка немножко задавлена вы можете попробовать этот плагин в деле просто поставить его на бочку и крутануть ручку панч и ручку клип и послушать стало ли лучше стало ли хуже там кстати есть еще dry mix ручка которую можно смешать то сделать такую параллельную обработку в общем довольно удобный плагин конечно же скоро будет полноценный плагин уже платный в котором будет больше возможностей но приятно что есть такой бесплатный плагин так что переходите по ссылке в описании скачивайте пробуйте ну и потом напишите в комментарии как вам понравилось или нет понравился вам этот палагин ну чтож на этом выпуск подходит концу увидимся с вами ровно через неделю напоминаю что quick news выходит каждое воскресенье подписывайтесь на наш канал помимо quick news здесь выходит также много полезных роликов по лоджику по вообще работе с музыкой с плагинами также мы готовим для вас много интересного в этом году так что оставайтесь с нами подписывайтесь жмите колокольчик чтобы ничего не пропустить с вами был дмитрий урсул увидимся через неделю всем пока